Январь – лучший месяц для покупки выгодных путевок, считают специалисты туриндустрии. Собираясь в путешествия, каждый из нас изучает десятки предложений и маршрутов, чтобы найти лучшее место для проведения отпуска. Одним из таких направлений может стать Севастополь. Там побывала Мария Владимирова, и сегодня она расскажет о красотах, с которыми можно познакомиться, отправляясь на морские прогулки. На территории Севастополя насчитывается свыше 200 памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства и монументального искусства. В Севастополе мягкий природный климат и незамерзающие морские бухты. Одна из них – Балаклавская. С ее достопримечательностями знакомимся в ходе прогулки на катере Федор Шаляпин. Уникальность Балаклавской бухты – это структура нашей бухты, то есть ход бухты Z-образный. Поэтому, независимо от того, что творится в море, в бухте всегда тихо. Сейчас мы в море вышли, чуть-чуть покачивает, чуть-чуть ветра больше. Прогулка по Балаклавской бухте – насыщенный рейс. Максимум впечатлений за непродолжительное время. Отсюда открывается великолепнейший мыс Ая или Священный мыс, самый высокий на Черноморском побережье. Его высота составляет 583 метра. Все зеленые насаждения природные. В заповедной зоне произрастает 17 разновидностей можжевеловых растений, включая сосну Станкевича. Дышать этим хвойным воздухом полезно тем, кто страдает легочными заболеваниями. Отсюда же с бухтой открывается вид на гору «Спящая красавица». Горные породы сложены в очертания женского лица. И это лишь малая часть балаклавских красот и достопримечательностей. Бухту по-другому называют «рыбий мешок» или «рыбье гнездо». Прокатиться на катере по Балаклавской бухте можно в любое время года. Летом это делают преимущественно туристы, отдыхающие здесь, на море. Ну а зимой приезжают сюда любители рыбной ловли. Они берут этот катер в аренду, этот или любой другой, и выезжают в море, чтобы ловить рыбу любым удобным способом. В Балаклавской бухте ловится луфарь, ставрида, пикша и окунь. Ее ловят в море или с берега. А еще здесь снимались многочисленные фильмы. Один из них – «Человек-амфибия». В общем, посмотреть есть на что. И туристы этим пользуются. Балаклава популярна в любое время года. На развитие туризма в Балаклаве власти Севастополя планируют привлечь не менее 20 миллиардов рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций. Этот проект называют для региона одним из приоритетных. Существует поручение госсовета относительно того, чтобы Балаклаву превратить в международный центр туризма. В этом смысле планируется создание современной гавани, создание в городе настоящего социокультурного центра. Более того, мы выводим часть мощностей и рудоуправления. У нас возникает территория под девелом. Балаклава существенно преобразуется. Преобразуется и в размерах, и в инфраструктуре, и в стандартах качества. Я думаю, что мы все-таки в ближайшие пять лет получим возможность там функционировать как территория свободного порта, тем, чтобы у нас гостям, приезжающим из-за границы, было достаточно легко туда, как в пешем формате, так и пребывающим на своих яхтах посещать этот город. Оценить красоты с моря можно и в Севастопольской бухте на колесном теплоходе «Доброход». «Доброход» Севастополю подарил Нижний Новгород. Теплоход осуществляет прогулки по бухте, размещая на своем борту до 200 человек. «Доброход» непременно провезет вас мимо памятника затопленным кораблям. Он является эмблемой города и частью официального герба Севастополя. Также вы проследуете мимо монументу матросу и солдату. Севастополь – самый героический военный порт России. Ему доводилось несколько раз играть в истории страны судьбоносное значение. О них расскажем в следующем сюжете. Севастополь